Кирпич старинный, он весь нестандартный. То есть он не печной, строительный, с разбора дома. Поэтому пришлось много резать, подбирать. На улице сегодня сколько? Как раз удейственное? Ну, как раз удейственное. Вот так холодно. Единственное, желательно, вот мы сейчас снизу зажги, лучше зажигать сверху, чтобы как раз стекло меньше коптится. Всем доброго дня, с вами компания Печной Мир. Сегодня мы в очередной раз у Валерия Некрасова в гостях. Валерий делал печь, реставрировал середину XIX века. Сейчас она уже закончена. Зайдем, посмотрим, что получилось и затопим. Да, Валерий, посмотрим, как горит. Делать, все бросим. Давайте пойдемте. Прошло с последнего визита 2 месяца, наверное. Да, 2 месяца где-то прошло. А дела сколько? Да я тут делал, если так вот разобраться, плотненько. Ну, недельки две. Ну, уже до завершения? До завершения полностью, так сказать. Ну, это две недели, как будто, работы. Ну, такой неспешный. Тут и спешить-то невозможно. Потому что кирпич старинный, он весь нестандартный. То есть он не печной, а строительный с разбора дома. Поэтому пришлось много резать, подбирать сначала, так сказать, выбирать какое-что. В общем, работа была такая в большей степени, наверное, подготовительная. Такого года, Валерий, 1842 год. Был дом сдан в эксплуатацию. И вот, скорее всего, в это же время зародилась печь. Сейчас он как раз старается повторить внутренние части дымоходов, дымооборотов, да, чтобы она начала... Да, было похоже именно на голландку. Полосы, вот, то есть вот она осталась, да. То есть вот так они выглядят, то, что это из печи вот досталось. Одна вот эта, с левой стороны, вот эта стенка, у него кирпича здесь видно, он толще, чем идут вот эти вот, ну, родные по правой стороне. Вот все потоньше их видно даже, по размеру. Приходилось еще и по плоскости ровнять. Да, по плоскости ровнять. Ну, и есть кирпич, который какой-то такой вот нестандартный, прямо здоровенный. Ну, я его решил весь использовать на перекрытие. Вот эти моменты по перекрытию пошли. Ну, как говорится, кирпич толстый, то есть даже тоненько ложу, все равно, как говорится. И поэтому мне пришлось... Разные заводы, получается? Да, заводы разные. Поэтому кирпич, скажем, размился. А вообще, ну, в общем, так скажем, чертах, печь сейчас готова, ты весь прошел этап, сложности какие были? Вот, да, с подгонкой кирпича, с внутренней частью... С внутренней частью, конечно, это состыковка, потому что у меня же было, получается, две, ну, две линии. Я вот выбирал вот так, ну, и заходил вот этим, ну, этим уже стороной, чтобы, ну, как... То есть, с этой стороны есть, а с той стороны нету. У меня, получается, как в домах, два дома строя, это такой... Там оставлял промежутки, потому что, думаю, ну, мало ли чего, чтобы для гуляния там промежуточки. Вот это был еще момент. Вот другой момент. Изначально мы хотели тут попробовать сделать так, чтобы топку сделать свечкой. Но пошел не по принципу свечи, почему? Потому что это растение, как бы, канала ходового, допустим, да, оно, ну, где-то вот с этой стороны оно уже начинается. И я, выведя в топку, допустим, здесь, да, у меня много бы места было украдено на перекрытие, которое потом, да, на эту часть. Я потом не стал, как будто бы, у меня здесь коротенький будет, потом здесь будет, вот, если начнется, перекрытие будет вот здесь, и тут уже до трубы. То есть, никакого колпака, ну, не получится. Я поэтому решил просто взять, ну, как обычно, два кирпича, перекрытие начал, здесь еще поднял, здесь перекрытие, вот. И эта часть уже здесь идет в канал верхний, потом там, с той стороны сзади опускается, да, там опускается, и вот в этот общий канал, который, ну, вот он здесь у меня. Как коллектор? Да, 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 он когда, ну, это получается. Но там я еще сделал, интересно, чтобы, когда они выходят, чтобы они не сразу, как бы, могли засасываться этими трубой. Я сделал там вот такие перегородочки, аккуратно, ну, так интереснее. То есть, отпилил там, куда вы вышел, старый кирпичный, скажем, поджал, и она, получается, здесь опускается, ну, как накапливается в этой части, накапливается, накапливается. Потом только уже с этой стороны, здесь у меня зажато, подворачивается и уходит уже туда. Но я сделал так, чтобы, как бы, удобно было все-таки прочистить еще. Ну, что есть, прочистая места, соблюдаешься, да? Да, 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 ну, с этой части у меня вот там она, сейчас я даже открою. Ну, и разговаривали, когда по поводу вьюшки летней, допустим, попытаться сделать, тоже не пошел по этому принципу. Ну, думаю, как гордить огорода, это ладно там, в печке, по ходам можно, допустим, как-то прямой сделать. Здесь, раз есть прочистной колпак, ну, как этот, и выход на трубу. Ну, в общем-то, даже если долго не топил, или летом затопить, прожжёг, и все, и, в общем-то, то же самое. Ну, сейчас даже это дело, наверное, и продемонстрируем, почему, потому что я... Мы сейчас здесь зажгем уже, по-моему. Уже, да, фактически я... Вообще, печь уже работала уже? Да, я ее работал, я уже один раз протапливал, вот когда так, ну, просто прошла, и все. Один день я приезжал, ну, в такие, в морозы, всюду, весь хлам, который есть, наколол, протопил ее хорошо. Она еще сырая? Она сырая еще, да. Она, во-первых, тут же видно, что труба была сломана, это была вьюшка открыта, и дождь все равно попарал, да. Потом влага. Зимой у них там была засунута какая-то, ну, просто пробка, типа пробки, да. Ну, это пробка, она падала явно, сто процентов, так сказать, от можности. Так, значит, запускаем. Давайте, с богом. Задвежку открываю. Ага, сейчас, сейчас же она закрыта. Да, да, да. О, ничего. Ради реставрационных, это не стало покупать новую, ну. Нет, зачем она, ну, естественно, она же стояла. Родная, ну, поэтому она, да, ладно. На улице сегодня что-то, как раз, здесь, наверное, не так холодно. Пусть там тяга должна быть хорошая. Основную топку топали. Основную, и все, сейчас. Охота посмотреть, отлицает. Я, когда первый раз затопил, здесь все равно краска-то обгорает. Угу, запах был. Запах это одно. Дымок даже пошел, и вот это, как будто вот так вот он такой, ну, такой, как бы такой, белесенький-белесенький. Я такой запаникал, думаю, что я тут нормально все прокладывал, а потом обожглась, все нормально. Закрываем, ну, все, что-то было. Все, поперло. Единственное, желательно, вот мы сейчас снизу зажгли, лучше зажигать сверху, чтобы как раз, ну, стекло меньше коптится. А, сверху загорает. И сгорает не так быстро, интенсивность пламени меньше, ну, так скажем, оно сверху дрова прогорает вниз. А, вот так. Да, то есть это тоже, это как света, где-то видео я уже снимал, оно, видно, сейчас есть влажность на стекле, а когда сверху, оно все равно успеет прогреть. Ну, раз я начинаю, да, ну, и меньше из этих осадков цепляет сверху. Здесь с Валерием вот разговаривали, не планируешь полностью штукатурить, а хочешь выделить покраску? Да, ну, получается, будет обмазка жидкой глины. Глина, это бы сюда, ну, слизостью может быть. Ну, и так же поберешь потом, получается, чтобы в такой вид она пришел. Никакой краски, никаких эмульсий, ничего. Будет она, она будет полностью поберена. Ну, а низ, низ буду, он будет штукатурить. Угу. Низ и вверх. Потому что там комнаты все-то хочу восстановить, чтобы оно... Как было раньше. 19 век. 19 век. Конечно, если бы мне хватило туда расстояния, побольше. Большую дверь поставить. Большую дверь, ну, каминной печи там побольше. А вот сейчас уже понял, что, в принципе, она бы, наверное, здесь забирала все на себя. Она бы не совсем галанка была. Да, мне кажется, тут оптимальный вариант. То есть здесь и комната небольшая, а здесь если большую дверь поставишь, Игралась бы, да, и кто отсюда смотреть сильно будет. А здесь аккуратно. Тут не кресло не поставить бы ничего не было. Тут даже свет, вот сейчас же у нас закрытый старт. Здесь я думаю, что... Ну, ну, вот здесь. Вот. То есть такое, да. Но? Обзор-то, ну, там, романтика, там, с супругой сядете, кресло здесь напротив. Столик, кресло и все. Да, и точно 19 век. Ха-ха-ха. При разборе, когда начал ремонтировать вьюшку, я обнаружил, что вот этот кирпич, который свернул, ну, верхний, вот, да? Он с двух частей, да? Да, он состоит из двух частей. И сверху он, под клин заводится кирпич. Он прижимается, ну, клином. И над ним, над этим вот большим кирпичом уже под клин, там вот таких вот два небольших конкретных клинышка. Тоже из кирпича вытесанных. Но один у меня сломался, я его вырезал уже, так сказать, резал. А другой родной поставил. И он запирается еще, и вот там получается, как вот этот под клин, там сверху клин, и вот же. Ну, а для чего они непонятны? Я вот, вот это даже не понял, почему. Может, это ремонтопригодно, чтобы было... Да, может быть, для того, чтобы просто вытащить. Ну, если он не зажимается. Да, он, да, да, вот он просто, как бы, именно таким способом. Да, ну, умерцы, что сказать? Во-первых, видимо, это уровень терпения людей. Ну, как бы так, неспешно. Мы же сейчас привыкли все. К задней печке. Баб-баб-баб-баб, завел эту дурмашину, как все, напилил. А там тихонечко. Ну, тут даже, наверное, вот эта вот энергия вот этого неспешности, она вот... Насколько бы я пытался, что-то там вот, ну, чтобы этим шик-шик. Начнешь торопиться, раз, касаешься. Все там, все, кирпич надо брать другой, все. И вот уже более спокойнее, так сказать, вымеряешь, так-так, неспеша ложишь ее. Ну, энергетика, да, наверное, той, той работой, она же сохранилась. Да, она сохранилась, ну, что надо, все, вот так, да. Ну, все, 7 раз, как говорится, изменил, неспеша, аккуратненько там взял, кирпич выбрал. Ну, здесь от спешки, скорее всего, то, что переделки начинаются, там, ну, так скажем, двойную работу начинаешь делать. Конечно, то есть. Или некачественно в итоге сделаешь, печь может разрушиться, и тебе прилетит обратная связь от клиента, что, ну, бракодел. Да, конечно. Ну, вот я здесь вот 200 кирпичей покупал. Чтобы собрать. Да, вот, у меня осталось, ну, штук, наверное, 20. Ну, вообще, если будут такие заказы, будешь брать? Да, в принципе, это можно было, конечно. То есть, вот, допустим, такого же уровня гаранта сейчас сделать можно. На самом деле, Валерий еще молод, как профессионал, как специалист, но уже вот такие сложные работы делает. Не каждый печник готов ремонтировать проще, говорят, давайте мы снесем и построим новую. Она уже будет с гарантией, там, со всеми делами. Ну, вот и такие печи работают. Простояло, сколько мы считали, это 100... А, ну, да, с середины 19 века это получается 150-170. 170 лет простояло, еще 150 простояло, может, еще и больше. Очень-то больше, да. Так, ну, ладно, Валерий, спасибо, что пригласил в гости. Вам спасибо. Я думаю, что печь будет, ну, ты же себе ее делал, тем более, она будет радовать. Конечно. Теплом своим. Даже если есть какой-то косяк уже будет потом знать. Да, на своей работе уже все, ну, и на себе проэкспериментировал. Да, уже, как говорится, не на ком-то, а на самом-то же. Все минусы, плюсы. Ладно, всем спасибо. С вами компания Печный Мир. На связи. Ставим лайки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok